здравствуйте дорогие друзья поговорим еще немного о дкп расскажу прикольные функции дкп и что мне нравится той же дкп системе начнем с функции функция wish list эта функция приоритета синих вещей но не выше 5 штук добавления вы добавляете до 5 вещей прямо на сайте которые вас интересуют и при выпадении этих вещей с рб ваш персонаж автоматически становится претендентом на эту вещь получите ли вы ее зависит только от двух факторов какое вы занимаете место в рейтинге или на эту вещь не было кроме вас претендентов и у вас выше 1000 очков дкп теперь о том что мне не нравится или о плюсах давайте о плюсах система дкп очень хорошо показывает вашу активность в альянсе а то есть сколько вы боссов убиваете неделю или общий показатель также вся информация открыта для пользователей альянса джустик может посмотреть каждый кто состоит в альянсе и привязан к этой системе эта система не даст соврать что вы были активнее кого-то другого хоть это не так именно вы первый претендент на ту или иную вещь из краснухи вы можете следить за активностью других и не так уж много краснухи падает чтобы ее можно было утаить буду брать пример только себя вот примеру у меня до сих пор нет скилла замешательства я знаю всех магов с моего клана и если этот скил дропнется его отдадут человеку который ниже меня по активности я могу смело писать посты в группе дискорда но будьте аккуратны при составлении предложений ваших недовольствий они должны быть обоснованы и не взяты с воздуха вашем месседжа потому что правила придумают люди выше правил может быть тот человек который их придумал сожалению это реальность я говорю как она есть так вот выпадет этот скилл и система дкп рассудит то и что и когда что сделал для того чтобы получить этот скилл все элементарно просто ты работал ты ешь а не наоборот мне вот кстати показалось эта система очень похожа на работу нелюбимую работу на которой нужно думать я работал мебельной компании неважно что я там делал там были два способа заработка это подчасовка и выработка вот как раз система дкп и напоминает выработку что тебе будут платить только за то сколько ты сделал они находился просто на работе и ковырялся в носу но системе дкп намного все сложно и в другое время просто я вас наверное запутаю своими терминами давайте проще кто понимает систему тот ее ебет да да вам не послышалось я не буду говорить ник этого персонажа но парень за 15 дней существования системы дкп всего убил 275 боссов и получил 45 вещей синих скажите много боссов мало вещей не думаю давайте поделим 45 вещей на 15 дней и поделим боссов по дням получаем 45 вещей это три вещи в день 275 боссов это 15 боссов в день много кто понимает что 15 боссов ну это три часа в день уделять любимому альянсу времени пример и так скажите мне фармил боссов по 12 часов в день вы имели ежедневно по три вещи в день и больше напишите в комментариях я сужу по себе то я скажу нет иногда просто шиллинга мне казалось что я оформлю шиллинг для людей которые хоть немного захотят разобраться в дкп системе это золотая жила для синьки и хочу заметить этот человек который понимает как работает дкп даже не модератор дкп а обычный игрок из альянса вроде бы доступно попытался объяснить все это будет последнее видео по дкп а то мне не хочется ну прям про все секреты и плюшки рассказывать а то чем останусь тогда я и если кто-то думает что я там защищаю этот альянс там типа мне кто-то за это платит это у меня там привилегии личные нет просто нахожусь в этом альянсе и меня звать розе я просто записываю видео для людей которые но не разбираются в дкп и хотят что-то узнать пишите комментарии я вам подскажу только ту информацию которая общая я с радостью вам подскажу также прошли первые бои олимпа война кланов которые проходят субботу и воскресенье там прям такая линеечка прям напряженная воины кланов сначала потом некрополь а потом хер уснешь после этих всех эмоций я вообще не понимаю зачем там что-то рукаться спорить попадается клан который сильнее тебя и все делаешь у нас три победы 0 поражений 0 ничьих должно быть 4 победы но к сожалению какой-то клан просто не набрался что такое война кланов это те же катакомбы отступников которые были раньше когда вы соло залетали туда а это война кланов ну как вы поняли вы кланом залетаете в катакомбы отступников и параллельно также залетает другой клан неизвестный вам с другой стороны и вы сражаетесь правило зоны проведения катакомб все одинаковое также могу заметить столкнулись с проблемой в этих катакомбах очень ограничено количество людей вот не именно на этот на вход в катакомбы вот кланом а именно общее я так понял если что пишите в комментах поправьте меня то что если вы вот захотите зайти там примеру на 6 минуте то у вас может вы можете просто не зайти или у вас зайдет всего 10 человек с хоть может зайти все 50 вот вот с такой проблемой мы столкнулись плюсы этих катакомб если ты находишься в норм клане с норм кланом и норм ребятами забущенными то эти катакомбы просто изи они просто так пролетают за две минуточки просто это главное весело это классно это какой-то хоть контент появился в этой линеечке м2 шички я бы сделал бы нарезочку как мы там дрались конечно но где-то ну короче я не знаю и удалил случайно походу этот видосик то не будет но было очень круто там просто первой комнате где первый босс там просто такое стенка на стенку то побеждает походу тот и батька катакомб вот конечно интересно награды будут из-за первой катакомбы и за вторые катакомбы то я так понимаю или я губу раскатал ну посмотрим я не знаю если тебе понравилось видео ставь лайк подписывайся на канал до новых встреч